доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас в начале очередной торговой недели мы снова после выходных на финансовых рынках и продолжаем следить и разбирать ключевые фундаментальные отчеты анализировать то как они влияют на динамику финансовых инструментов не забывайте друзья то что сегодня традиционно для понедельника также состоится еще вебинар правильный понедельник где мы еще раз крупными мазками пробежимся по основным тенденциям и вы точно поймете с каким новостным фоном сейчас нужно работать к чему лучше присматриваться в плане основных ценовых тенденций ключевых финансовых инструментов не забывайте подписываться на наш канал ставить лайки оставлять вопросы в комментариях если что-то вас интересует и это что-то остается вне поля разбора ну что ж друзья давайте в целом охарактеризуем начало текущей недели мы видим то что нефть растет причем рост нефти происходит на сомнениях россии в необходимости ее участия в продлении соглашения по сокращению нефтепроизводства нефть растет на подтвержденном факте того что сделка энергетический пакт сокращение добычи на 9 и 7 миллиона выполняется далеко не в полном объеме и это если учесть тот факт что это сделка сокращение на 9 и 7 миллиона будет действовать и должна действовать только два месяца то есть но два месяца могли бы постараться страны чтобы выполнить обязательства и а снизить добычу в соответствии с теми квотами которые на них приходились но нефти игнорирует этот факт и продолжает обновлять локальные локальные максимумы американский фондовый рынок растет на фоне слабых отчетов причем настолько слабых что мы говорим не о том что показатель выше например личные расходы хуже чем два месяца назад мы говорим о рекордном падении соответственно если подразумеваются личные расходы потребительская активность мы разумеется должны понимать что экономика не сможет без высоких значений потребительской активности выйти на более менее приемлемые уровни по экономическому росту американский фондовый рынок растет на фоне массовых беспорядков а в сша дальше идем а британская валюта продолжает переписывать локальные максимумы до демонстрирует серьезную волатильность но причем этот рост происходит на политической неопределенности в брэкзите и ожидание того что очередной раунд переговоров кстати говоря он стартует на этой неделе он будет сто процентов провальным мы не ждем переноса сроков готовимся к жесткому брэкзиту и самое главное более актуальная тема это подготовка к отрицательным процентным ставкам друзья поэтому фон в целом для фунта он негативный но сейчас британская валюта демонстрирует стойкость то же самое можно сказать и в отношении европейской валюты которая остается на локальных максимумах причем мы готовимся к заседанию европейского центрального банка к мягкой риторики кристин аллогарт и я думаю что очередной констатации проблемы низкой инфляции между прочим последние данные по индексу потребительских цен которые вышли в пятницу указали нам на то что индекс потребительских цен в годовом выражении друзья находится на отметке 0,1 процента без роста этого показателя нельзя рассчитывать на какое-то экономическое восстановление отсюда всегда мой скажу заход к возможности услышать усиление экономической поддержки со стороны цб каждый раз когда мы видим что этот индикатор находится под давлением ну ладно давайте в отношении рынка нефти сейчас котировки у нас 37 58 из новостного фона который важен на данный момент известно то что встреча опек следующий состоится не 9 10 июня как было раньше скорее всего пройдет уже на этой неделе друзья в четверг и пятницу поэтому рынок нефти будет безусловно лихорадить как я уже отметил а соглашение энергетического пакта соблюдается не в полном объеме есть конкретные цифры что вместо ожидаемого и необходимого снижения добычи на 9 и 7 миллиона производство нефти было снижено больше чуть больше чем на 5 миллионов до саудовская аравия может быть взяла на себя большую часть обязательства и чистоплотно выполнение этой сделки но такие страны как нигерия и ирак собственно фактически не соблюдает взятые на себя обязательства нужно проверить кстати насколько россия следует тем договоренностям которые приходятся на нее напомню что россия должна была сократить добычу на два с половиной миллиона кстати друзья как и обещал собственно подготовил для вас ролик про перспективы рубля он уже был залит к нам на канал на youtube в пятницу поэтому если он еще вами не просмотрен если вас интересует рубль я рекомендую все-таки к нему обратиться и посмотреть там делаю акцент на рынок нефти и обращаю ваше внимание друзья почему россия сейчас бодается сопротивляется относительно того стоит ли и дальше поддерживать эти договоренности потому что сейчас российский бюджет из него выпадает приличная доля доходов не только из-за того что цены на нефть низкий из-за того что россия еще вынуждена сейчас отгружать меньше экспортировать меньше нефти чем могла бы поэтому я уверен что до конца этой недели если встречу все-таки будет запланирована на 4 5 июня мы до последнего будем следить за тем как и что сделает россия допускаю что действительно после того как пройдет этот месяц россия уже не возьмет на себя обязательства например сохранить текущую сделку сокращение на 9 и 7 миллиона на периоды после июня если это так то рынок нефти может столкнуться серьезной коллекции и мы и будем ждать мы сейчас но я лично не лезу в рынок потому что текущий рост мне кажется абсурдным особенно такими темпами хочется зайти уже в сделку по более приемлемым ценовым значением что касается американской валюты индекс доллара 98 оказались мы ниже чем планировали друзья тоже довольно странно учитывая данные которые мы видим сейчас по личным доходом личным расходом учитывая беспорядки и соответственно факт того что доллар должен пользоваться спросом сейчас как защитный актив это тоже абсурдная динамика я все-таки не выхожу из длинных позиций по индексу доллара потому что считаю американец реабилитируется хорошо что на этой неделе фон соответствующий есть у нас поскольку первые недели месяца мы ждем нонфарм пэрлс отчет по американскому рынку труда на фоне последних данных по личным доходам активности потребителей и в принципе активности в секторах я думаю что цифры безусловно нас разочаруют доллар иена 107 61 здесь как приклеенная пара к уровню 107 50 и вот вокруг него идет это консолидация продолжительный акцент собственно на снижение как я уже отмечал потому что в этом дуэте финансовых активов я делаю большую ставку на защитные свойства именно иены золото друзья растет цель 1750 мы фиксируемся на этом уровне потому что ну по другим активам мы видим сейчас просадки нужно сделать профит по этой сделке я думаю что будут и снова повторные точки входа по этому активу потому что по золота в принципе этот инструмент сохраняет за собой показатели высокой волатильности евро против доллара 1 11 33 ждем заседания европейского центрального банка в четверг сегодня в 10 55 по москве выйдут данные по производственному сектору германии в розоны слабые цифры ожидаются это уже майская статистика и безусловно эти данные будут использоваться кристин лагарта в оценке перспектив экономического роста и в конкретике относительно того как же и цб будет стимулировать экономику дальше уверен то что нужно сейчас задействовать меры экономического стимулирования и важно чтобы рынок отреагировал на эти стимулы правильным образом собственно распродажами евро хотелось бы мне точно сказать друзья где же будет пик по росту локальному по европейской валюты но у меня нет такой возможности поэтому нужно смириться с тем фактом что до заседание цб евро реально может оказаться повыше но постфактум думаю что давление на евро усилится фунт против доллара 123 86 и ожидания отрицательной ставки и неопределенность по брейкзиту и куча плохих макроэкономических релизов друзья все это давно определила фон числе аутсайдеров нужно только ждать снижение snp я в коротких позициях 3037 пунктов будем еще ниже на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания